здравствуйте это последний и наверное самый загадочный мастер уровень так спускаемся на этом лифте пробуем на первый этаж пройти но там заграждают путь и на самом деле эти решетки работают то ли но откроется то ли когда психолайтов мы убьем то ли они по таймеру что скорее всего я особо не вдавался в любом случае будем убивать что движется ну вот это они наверно открылись скорее все таки по таймеру возможно я всегда убивал холлайтер одновременно с открытием этих решеток ну да ладно мы проходим сюда пиво им здесь спектров пулеметчиков берем броню и вот здесь открываем себе ворота можно его более-менее безопасно расстрелять нажимаем переключение за ним и и обратить внимание на то что на потолке и на полу цифры нарисованы на каждом этаже это не порядок следования скорее всего просто чтобы игрок не запутался в этих этажах потому что сами видите и нам нам надо на 4 по моему да тут дверь убивая манку бусы сам таких ребят и он тот мой кубус будет раздавлен когда мы наступим вот сюда вечно процесс пошел а пока мы возьмем берсерк и пойдем дальше насколько я помню дорогой до 2 здесь будет пулеметчики с ними можно особо не париться потому что и все равно будет воскрешать аршивайл поэтому мы прыгнем в портал попадем в эту конструкцию берем синюю сферу ракетницу и нажмем вот эту кнопку выпрыгиваем появляется два спектра и далее нам надо потрогать вот эту вот стену готовим пулемет и сразу же расстреливаю вот эту тефтелину чтобы она не наплодила черепушек забираем красный ключ и увидим что мы оказались снаружи той самой конструкции ну и тут можно немножко порезвиться супердробовиком а также здесь есть колонна как можно видеть она открывается красным ключом как ни странно без переключателя далее давайте избавимся от этих полков ну и здесь вот есть такие полочки которые вроде как есть ракеты но у них никак не забраться но здесь есть такие же и они открываются может нажать кнопку в этом случае только ревенанты появляются а эти полочки все также подняты но если мы опустим вот эти полочки эти опустим вместе с ними далее открываем эту стену объем ревенанты отберем у него желтый ключ и выходим отсюда там здесь обычно воду ревенант не мешает обычно а я у вас не двое даже сейчас мы потихоньку расстреляем по моему тут ревенант даже блокирует от коридор в который нам нужно так и здесь мы попадая в тот за огнем и раздавили с помощью механизмов только обычно открывается вот нажимаем эту кнопку чтобы опустить вот эту платформу и с помощью нее проблем до этой кнопки далее нам нужно обратно на четвертый этаж тут уже решетки открылись убиваем этих ребят аккуратненько проходим сюда потому что он там наверху пулеметчики а вот здесь за углом алкобус и да прямо у нас от головы пулеметчик и так мы нажали этот переключатель и открылась стенала с этими ребятами скелеты пулеметчик были я не охраняли синий ключ и плазмоган и с плазмоганом мы уже пойдем исследовать наш первый секрет именно с плазмоганом лучше туда соваться просто потому что как раз таки там и будет вот арчевайл вот за этой стеной который воскрешал пулеметчиков отлично как раз то самое место наберем синюю сферу переключателя можно пустить этот лифт чтобы вернуться назад я просто пытаюсь вспомнить куда дальше идти играл уже несколько раз в этом а 6 6 по моему да тут как раз таки злостная ловушка есть то маленького окошко иногда тоже подстреливают чем больно иногда тем не менее когда пройдем вон туда берем плазмоган потому что здесь будет ловушка в стиле плутонии и повезло даже нажимаем этот переключатель и открываем эту стену здесь второй секрет за этой стеной также можно разжиться чем-нибудь ну и давайте бьем это оборона ой 2 присоединяется хорошо убьем его и здесь это лучше чем расстреливать его с лифтом далее мы возвращаемся на лифте самого рода никого а вот здесь есть времен он охранял семью сферу и и пока оставим что у нас тут ракетами лучше особо не стрелять когда лист поднимается начальники полетят под ноги поубиваем пока все что здесь наплодилось наверно можно тут как-нибудь прыгнуть того закоулочек есть который можно спрятаться обороны если что давайте подпоем ладно давайте уж тогда заберем ту синюю сферу просто на всякий случай ой я думаю я успею прыгнуть что-то карман справа чтобы избежать атаки барона нам получился не успех как раз таки нужно да вот здесь это маленькая кошка с которого нас расстреливали вот здесь куча хит сканеров и вот такая колонна за которой прячется пулеметчик и мы поднимаемся на ней берем плазму стараемся уничтожить быстро ревенанта и сканер отлично далее ракетницы можно расстрелять и в баронах пулеметчики внизу а взрывы волны должны помирать на эту добьем и супер добавить нажимаю на этот череп и вот здесь есть и не броня и он та штука если надо по какой-то причине и мы уже можем смело идти на 8 этаж довольно забавными боями надо сказать поначалу ничего криминального здесь есть пара тихтелен за углом также пулеметчики 1 2 и как эта комната работает там вроде как бы дверь выхода я только мы попытаемся ее открыть то вот отсюда и вот отсюда попрут по паре импов ревенанта и плату арчвайла а еще здесь есть вот это вот желтая дверь бфг синяя сфера и раз уж здесь есть арчвайла и никак сюда не запрыгнуть можно подумать что нужно использовать как раз таки арчвайла чтобы залезть туда и мы так и сделаем так ну сначала мы проем эту дверь и пытаемся пробиться сквозь правую сторону сквозь врагу в правой стороне отлично открываем эту стену хватаем секретная секретная ненавязвимость и арчвайл вас поджигает и мы запрыгиваем сюда убиваем его домри уже отлично и хватаем бфг далее открываем вот эту желтую дверь вот это вот синюю насколько я помню и вот это вот красно и вот это вот выход на секретный уровень с моего как секрет активируем да но мы им не можем воспользоваться потому что у вас еще один противник жив да так что нам придется спрыгнуть отсюда но мы никак сюда не вернемся к сожалению поэтому воспользуемся обычным выходом вот кстати тот самый противник нажимаем на эту переключатель вот на этот и открывается выход обычный у нас все есть и да мы можем выходить с уровня к сожалению не через секретный проход вообще сомневаюсь что можно как-то в живых оставить арчвайл и убить того барона чтобы выйти через него но это неважно секретный уровень мы с вами все равно посетим и да для него как раз таки надо было исключительно собирать все эти три ключа но тем не менее последний так сказать очевидный мастер уровень пройден и честно говоря он мне показался довольно интересным надо прям много исследовать пробовать всякие вещи понять что к чему ведет и так далее это поначалу может раздражать и это на самом деле так но потом когда ты все разгадываешь это доставляет удовольствие это интересно ну и дизайн простенький конечно весьма абстрактный одна вещь одна деталь за которую хочется прям обнять дизайнера этого уровня это как раз таки те самые цифры на каждом этаже они как раз таки служат для того чтобы игрок не запутался просто представить на секунду чтобы этих цифр не было это был бы действительно от но тем не менее мы практически закончили с мастер уровнями и это неоднозначный комплект на самом-то деле для того времени когда он вышел возможно это было и более интересно когда были по моему уже то не а тогда была до файл ну вот этим киньки и поинтереснее моменты но это кусочек истории дума более некоторая карта из этого комплекта более менее интересно кейт абсолютно никакие некоторые даже было весело проходить ну и как я уже сказал следующая остановка это секретный уровень на которой мы так и не попали легальным способом но тем не менее самое главное мы нашли этот выход и да для него надо было как раз таки исследовать весь уровень собирать ключи и понимать как чтобы не открывается надо было и просто для завершения уровня на самом-то деле все это исследовать но именно собирать ключи например вот тот же самый портал за стеной вот этих телена была охраняла красный ключ это надо было прям поискать у и стоило ли она того ну да все лишь раз узнаем ну а на этом спасибо за просмотр и всего доброго